Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками в студии Екатерина Кравцова и вот о чем мы вам расскажем сегодня. Проблемы образования. С переходом на дистанционное обучение школьники и их родители столкнулись с рядом сложностей. Медицина будущего в Березняках провели очередную уникальную операцию. Долг платежом красен. Несмотря на финансовые затруднения, вызванные затяжными выходными днями, оплату коммунальных услуг никто не отменял. Об этом и не только расскажем сегодня в выпуске. Роспотребнадзор Россия опубликовал новые результаты исследований на коронавирусную инфекцию. В Пермском крае выявлено 4 новых случая заболевания. Они все контактные. Из них трое – это медработники пермских медицинских учреждений, которые давно изолированы и проходят лечение. Круг контактировавших с ними людей находится под наблюдением специалистов. В общей сложности в Пермском крае выявлено 45 случаев заболевания коронавирусом. 8 пациентов выздоровели, 3 умерли. На карантине дома находится 2207 человек. По состоянию на 10 апреля под наблюдением врачей краевой больницы имени Вагнера находится 201 березняковец. В инфекционном отделении больницы по-прежнему 6 пациентов. Анализы пациентки, госпитализированной с подозрением на COVID-19, проходят проверку. Сейчас ее состояние удовлетворительное. К другим новостям в Прикамье будут использовать современные тесты на коронавирус. Пермский край попал в число 4 пилотных регионов страны, где внедряется новая, более современная система тестирования на коронавирус. Тестирование можно сделать в течение 70 минут. Новая система может привести к росту статистики по количеству выявленных случаев инфекции. Это позволит получить объективные данные и предпринять все необходимые меры для недопущения дальнейшего распространения коронавируса. В первую очередь тестирование проводится среди людей, которые контактировали с инфицированными лицами. Власти Прикамья ведут переговоры с торговыми сетями о снижении цен на продукты первой необходимости. С торговой сетью «Магнит» достигнута договоренность о том, что ряд продуктов первой необходимости будет реализовываться по закупочным ценам. В группу этих товаров вошли рис, тушенка, геркулес, картофель, яблоки, чай, хозяйственное мыло и другие. В правительстве Прикамья добавили, что в сети магазинов «Х5 Ритейл Групп» – это «Перекресток», «Карусели Пятерочка» – происходит снижение цен до уровня закупочных на 26 продуктовых позиций. Среди них говяжья тушенка, макаронные изделия, геркулесовые хлопья, масло подсолнечное, молоко, хлеб и другие. Андрей Фадеев, новости Верхнекамья. Школьники всей страны из-за режима самоизоляции перешли на дистанционное обучение, однако такая форма изучения школьной программы дала сбои. Образовательные платформы не выдержали огромного количества пользователей. Как следствие, в рядах учителей, школьников и их родителей началась неразбериха. Андрей Фадеев расскажет, как проходит удаленное обучение и что делать в случае возникновения проблем. Сейчас вот смотрю, учеру вроде наладили, у них меньше виснуть начало. Первые дни это было вообще врал. Ну, пробуем другие варианты, ищем. Не все интернет-порталы готовы к такому наплыву учеников. Сайты отказывались работать, а родители начали паниковать. Какое дистанционное обучение может быть? Ольга Палкина – учитель начальных классов. Педагог продумала работу с дистанционным обучением следующим образом. Она дает видеоуроки, просит родителей объяснить детям информацию, затем домашнее задание на закрепление материала. Также школьники занимаются при помощи нескольких интернет-платформ. Это Учи.ру и Я-класс. Некоторых школьников приходится обучать с помощью звонков на телефон родителей. В основном идет работа с родителями, а не с детьми. То есть я объясняю родителям, как объяснить детям. Вообще дистанционная, вот у меня лично больше времени занимает проверка работы. Намного больше, чем я с тетрадками сидела даже. То есть тетради – это тоже большая проблема, а в интернете это каждую работу надо открыть, посмотреть. Писать я там не могу, у меня нет никаких приспособлений, чтобы это написать. В нашу редакцию поступали жалобы, родители просили объяснить, почему некоторые сайты требуют оплату за обучение. В общем, за два дня внук прошел всем карточек по математике. Длится это минут 30. И дальше высвечивается такая надпись. Бесплатное обучение закончилось, но можно продолжить увлекательное занятие. И высвечивается разная цена. Но все обучение стоит 1140 плюс игра в подарок. В управлении образования дали понять – паниковать не надо. Платные задания выполняются по желанию. Никакими учебными платными платформами мы не пользуемся. Рекомендация четкая, как Министерство просвещения, так и Министерство образования и науки Пермского края – использование бесплатных доступных электронных ресурсов. Наши юные журналисты из проекта «Новая смена» дали свою характеристику дистанционному обучению. Мы не можем учиться, потому что сервера не выдерживают нагрузки. И очень долго грузится сайт, либо очень долго грузится задание. И мы его просто не успеваем выполнять до определенного времени. Новый материал очень трудно усвоить. Даже несмотря на то, что учителя нам скидывают всякие видеоуроки, на которых наглядно показывают, как что сделать. Очень трудно пропустить через себя всю эту информацию. Учитель-то тебе на простом языке объяснит, а тебе тут нужно все самому надумать. Хочется сказать спасибо учителям за то, что они входят в наше положение. Они прекрасно понимают, что у некоторых нет даже компьютера или нормального телефона, поэтому они дают дополнительно к сайтам задания по учебнику. Мы их выполняем, фотографируем и отправляем им по электронной почте. Верно подмечено, не у всех есть возможность выйти в интернет, поэтому учитель не вправе требовать с ученика выполнения задания в электронном виде. Если педагог все же требует этого, родителям стоит обратиться в управление образования. А для тех, у кого нет интернета, учеба проходит следующим образом. На бумажном носителе обучение у нас остается таким же, оно не изменилось. Учитель передает задания либо по телефону, или есть у родителя смартфон в группе ВКонтакте. Дети выполняют задания и тогда уже либо диктуют учителю, либо пересылают эти задания, готовые для того, чтобы возможность была учителя оценить. Марат Каримов преподает единоборство в центре «Каскад». На время самоизоляции он учит детей приемом через видеоматериалы. Не хотят это принимать. Одно дело, когда ребенок находится в зале с тренером, он выполняет все указания. Другое дело, когда он дистанционно, ему охота поспать, ему охота погулять, ему охота ничего не делать. Если у вас возникают вопросы по поводу дистанционного обучения, получить помощь можно в управлении образования по телефону 23 34 68 или же написать напрямую Игорю Антонову, начальнику управления образования ВКонтакте. Ссылка сейчас на экране. Андрей Фадеев, Сергей Каленик, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Коронавирус называют величайшей глобальной катастрофой со времен Второй мировой войны. Эпидемия внесла коррективы во все сферы нашей жизни. В Пермском крае 15 автостанций приостановили свою работу. В том числе такие меры коснулись и Березняков. Кристина Придеина разбиралась, как теперь будут организованы междугородние перевозки у нас. Раньше отправиться в столицу края не составляло никакого труда. Автобусы ездили с раннего утра и до позднего вечера, а разница между рейсами составляла полчаса или час. Теперь же за пандемией ситуация изменилась. Отправиться в Пермь и вернуться обратно можно лишь на четырех рейсах в каждую сторону. Давайте же пообщаемся с одним из перевозчиков и узнаем, сколько же рейсов они сейчас делают в день, во сколько, а также какие еще произошли изменения. Сначала было восемь, потом три оставили, и сейчас вот только один рейс. У нас идет один автобус, один рейс на 10 утра. И 16.05 из Перми. А почему такое время оставили? Ну, видимо, это самый ходовой рейс у нас получается. Больше всего на него билеты брали. Сегодня, допустим, работаем на завтрашний день продаем, либо с утра продавали на сегодня на 10 лет. Получается, некоторые перевозчики сократили количество рейсов до минимума, например, один или два в день. Оплату можно до сих пор провести не только онлайн на сайте, но и в кассах. К слову, не все березняковские перевозчики продолжили свою деятельность. И по железам и вовсе прекратил все свои рейсы. Причем как из Березняков, так и из Соликамска. Это вынужденная мера, вызванная пандемией коронавируса COVID-19. Выполняя приказ президента России, постановление правительства Российской Федерации, постановление правительства Пермского края с целью обеспечения самоизоляции населения края, было принято решение отменить все рейсы в ущерб самому бизнесу. Однако Перм далеко не единственный город, в который часто ездят березняковцы. Наши горожане часто посещают и менее крупные города. Например, Яйву, Соликамск, Александровск и другие. Планируется, да, все-таки сокращение рейсов? Так оно уже давно уже. Никто у нас здесь не останется. Автостанция будет закрыта полностью. Доступа сюда в здание помещения тоже уже не будет. Автобусы будут заезжать сюда, к нам на автостанцию. И уже билеты будут приобретаться в автобусе у водителя. Ну, если кондуктор будет, значит кондуктор. Сокращение количества рейсов коснулись не только направления Пермь-Березняки и обратно, но и менее крупных городов края. Например, Александровска, поселка Яйва, Соликамска. Теперь, чтобы узнать, как до них ездит перевозчик, нужно звонить ему лично. Контактные данные вывешены на окнах автостанции города Березняки. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками. Плановые приемы и операции в больнице временно приостановлены, но экстренная служба по-прежнему работает в полноценном режиме. На днях в краевой больнице имени Вагнера провели операцию на печени, которая раньше нашим хирургам была не под силу. Пермский хирург Ильдар Мугатаров готовится к операции. Тщательно моет руки, обрабатывает их антисептиком. Сегодня заведующий Центром хирургии печени, доцент кафедры хирургических болезней Пермского медицинского университета специально приехал в Березняки, чтобы провести операцию по малоинвазивной технологии. Другими словами, с минимальным хирургическим вмешательством. На операционном столе пациентка. Ее случай можно назвать редким. В организм женщины попал паразит, который стал жить и разрастаться в печени, образуя кисты. Пациентка долгое время ощущала боль и дискомфорт. Но через два небольших разреза при помощи небольшой видеокамеры и специального оборудования она избавится от вредного сожителя навсегда. Эта киста могла прорваться в свободную брюшную полость, вызвать шок, потому что содержимое очень токсичное, вызывает аллергическую реакцию, шок анафилактический. За операцией сегодня наблюдают порядка 10 сотрудников краевой больницы имени Вагнера. Хирург Ильдар Мугатаров не только прямо сейчас спасает жизнь пациентке, но и параллельно обучает сотрудников Березняковской больницы новым технологиям проведения операции. В дальнейшем этот метод лапароскопической резекции печени можно использовать, проводя и другие операции, например, при раке печени или доброкачественных образованиях в печени. Она легче переносится, такая операция пациентами. У них процесс реабилитации протекает более ускоренно, чем после операций, которые делаются лапаротомным доступом через разрез большой. Эту операцию по-другому называют косметической, ведь шрамы на теле после нее будут еле заметны, а на восстановление у пациентки в послеоперационном периоде уйдет всего 5-6 дней. Качественно улучшить оказание медицинской помощи в условиях краевой больницы сегодня одна из важных задач, поэтому ежедневно, даже в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации врачи продолжают оказывать медицинскую помощь и обучаться новому у приезжих специалистов. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья. Во второй части выпуска расскажем о конкурсах, в которых вы можете участвовать, не выходя из дома. А пока прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами. Правительство страны решило приостановить применение к должникам штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги. Каникулы будут действовать с начала следующего года. Но это не повод не платить. Здесь скрываются подводные камни. Какие, расскажет Сергей Каленик. Узнав о решении правительства о приостановке предъявления пений, некоторые решили, что за коммуналку можно будет не платить. Это совсем не так. Если игнорировать квитанции, то все пени будут предъявлены в январе будущего года. На всю сумму накопленного долга. А сами долги будут взысканы через суд. Я не раз выходил в такие рейды и видел, как за долги у людей арестовывали их имущество. Кстати, если у вас есть долги, накопленные до введения коммунальных каникул, приставы все равно придут в течение этого года. Оплата за коммунальные услуги – обязательный платеж. Если вы не хотите оказаться в сложной ситуации, лучше не затягивать с оплатой коммуналки, особенно тепла и горячей воды. На носу окончание отопительного сезона. Я, находясь на самоизоляции, сейчас покажу, как можно платить эти услуги при помощи компьютера. Заходим на сайт «Энергосбыт плюс», находим страницу «Как оплатить» и ищем адрес сайта своего расчетно-кассового центра. У меня КРЦ «Прикамье». Здесь я открываю личный кабинет и провожу оплату с банковской карты. На все ушло 5 минут. Позвоню своей бабушке и помогу ей оплатить теплоудаленно. Совершить онлайн-платеж просто. Доступные способы указаны на сайте «Энергосбыт плюс». Кроме того, для наших клиентов стартует акция «Весна тают пени». Это отличная возможность избавиться от ранее начисленных неустойок. Достаточно оплатить основной долг за отопление и горячую воду, указанный в ваших квитанциях. Не забудьте помочь в удаленной оплате коммуналке вашим пожилым родственникам. Позвоните, уточните реквизиты их квитанции, сумму платежа и сделайте оплату за них. Они будут вам благодарны. Не стоит копить долги, за них все равно придется заплатить рано или поздно. Сергей Коленик, Новости Верхниками. В период пандемии коронавируса огромным спросом пользуются медицинские маски. Правда, найти их в свободной продаже практически невозможно. Людям приходится изготавливать их самостоятельно. И в этой нехитрой работе некоторые мастера и мастерицы проявляют свою богатую фантазию. Как раз для таких творческих личностей Березняковская школа искусств имени Старкова объявила конкурс на лучшую маску в городе. С 13 апреля в Березняках стартует городской конкурс от школы искусств имени Старкова «Моя медицинская маска». Всех желающих просят включить свой креатив на максимум. А принять участие могут не только дети, но и взрослые, даже пенсионеры. Ведь для конкурса нужно придумать, нарисовать и изготовить свое необычное средство индивидуальной защиты. Сами работы вы можете изготавливать из всех подручных материалов. Это может быть марля, это могут быть влажные салфетки, веселенькие ткани. А художники-креативчики даже могут разрисовать свою маску. Победителей в этом конкурсе не будет, но это ваш шанс проявить и показать все свои способности и таланты. Помощь участникам педагоги школы искусств подготовили несколько мастер-классов. Например, Анна Семенова рассказала, как изготовить три маски, которые после можно украсить и отправить на конкурс. Одна из них, например, сделана только с помощью влажных салфеток и ножниц. «Берутся обычные детские влажные салфетки, вот так друг на дружку мы кладываем, складываем вдвое, да, ну и прорезаем ножничками. И у нас получается вот такая замечательная масочка». А второй преподаватель школы искусств Анна Рахманова провела мастер-класс уже по самому процессу украшения своей маски. Свою работу девушка отметила бусинами, блесками, лентой и даже мишурой. Все работы будут выставлены на сайте школы искусств и в группе ВКонтакте. Напоминаем, конкурс продлится до 27 апреля. Фотографии своих работ присылайте на электронную почту школы Старкова. Андрей Фадеев, Кристина Придеина, Новости Верхникамия. Практически каждый именинник считает дни до дня своего рождения. До восьмилетия нашей телекомпании осталось шесть дней. Однако мы считаем дни не до дня рождения, а до понедельника, чтобы вручать подарки нашим телезрителям. Восемь лет телекомпании Верхникамия ТВ, а подарки мы дарим нашим телезрителям. С 13 апреля в эфире программы «Новости Верхникамия» стартует конкурс «Угадай, кто изображен на фотографии». Начиная с понедельника, каждый день, мы будем показывать детские снимки одного из корреспондентов или ведущих. А ваша задача угадать, кто изображен на фотографии. Первое задание смотрите уже 13 апреля в вечернем выпуске программы «Новости Верхникамия». А первого победителя определим уже на следующий день, во вторник. И так каждый день. Тот, кто первый отгадает журналиста по детской фотографии, получит ценный подарок. А мы продолжаем спортивную рубрику. Сегодня наш фитнес-тренер клуба «Оптимист» Марина Семенова вновь покажет упражнения для молодых мамочек, которые можно делать вместе с ребенком дома. Итак, смотрим. Мы продолжаем тренировки в домашних условиях. Не расстраиваемся, не отчаиваемся. Тренируемся вместе с нами. Скоро лето и солнышко. Сейчас мы с вами прорабатываем комплекс упражнений на ягодицы. Ребенка садим на коленочки и поработаем. Опа! Молодцы! Остались наверху и только наверх покачали. Продолжаем работать. Работаем на трицепсе. Опускаем. Сгибание в локтях у нас идет. Следующее упражнение с ребенком. Присели, сидим. Сидим, прокачиваем ножки. Покажем вам еще один комплекс упражнений на ягодицы. Работаем. Держись! Наполняйте 20 раз. Меняйте на правую ногу. Встаем планку на локте. Ребенок у нас с вами нагрузка. Мышцы живота втянуты. Работаем. Ноги в коленях прямые. В коленях сгибаем прямые. Продолжаем делать упражнение на пресс. Опускаемся и целуемся. Не забудьте сделать в конце заминку. Растянуть свои мышцы. На следующий день у вас ничего болеть не будет. С удовольствием тянемся. На правую ногу. На левую ножку. Ребенок доволен. И мама поработала. Будьте здоровы! Это были главные новости Верхниками. Смотрите нас ВКонтакте на канале Верхниками ТВ и в аналоговом эфире канала ТНТ. В студии была Екатерина Кравцова. Будьте здоровы и оставайтесь дома. Остекление балконов от 4000 рублей за квадратный метр. Беспроцентная рассрочка до 5 месяцев или дополнительные скидки. Акция действует до 30 апреля. Семья доставит вам домой свежие вкусные продукты. Ищите на сайте семья.ру и оформляйте заказ. Мемориальная компания «Память». Закажите памятник по телефону 23 97 94 или оставьте заявку на сайте memorial59.ru. 11 апреля на территории Верхниками синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Пройдут дожди. В Александровске плюс 4 градуса. В Кизеле плюс 3. В Соликамске также плюс 3. В Березняках в субботу температура воздуха ночью плюс 4 градуса. В дневные часы плюс 3. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный 4,6 метра в секунду. 11 апреля солнечная активность низкая. Геомагнитное поле спокойное. Кудесник представляет раздвижные окна слайдерс. На вашем балконе тепло, тихо и просторно. Слайдерс. Технологии скольжения. Пятилетки 36, юбилейная 111. Телефон 255 904. Быстро и просто. Адрес любой. Семья вам доставит продукты домой. Ищите раздел «Достовка» на сайте семья.ру и оформляйте заказ. Мемориальная компания «Память». Широкий выбор памятников из натурального камня. От эконом-класса до эксклюзивных моделей. Бесплатное хранение и рассрочка платежа. Оформите заказ дистанционно. Вы можете оставить заявку на сайте memorial59.ru или звоните по телефону 23 97 94 23 97 94.